Магия, да? Как говорит мой Один ученик, Волк, говорит Все эти волны, шмолмы Это магия! Магия! Я сделал этот фильм, где эту магию Очень подробно расшифровал У меня такие задумки есть Хотите красоты? Вот вам красоты Я за этой чечевицей Давно охотился А вот обледенение пошло Опа! Очень обледенение Да, неприятно Минус 4,2 Вот, смотрите, друзья 83 км в час Вот впереди роторное облако Вот это да Закрылось Сейчас валится вниз, а? Михера Ого-го-го-го-го Ты видел? В идеале, если бы мы над ним прошли В этом случае нас бы Не так сильно заживало Хоть подтяни ремни сейчас будет Действительно, серьезно Ну, ротор настолько Оп! Японский ты бог! Давайте подниться Ух-х-х-х-х-х-х-х-х Оооо! Волшебно! Волшебно! Значит сегодня 56.800 возьмем Самое начало этой войны, вот стрелочка лежит, ооо, какая вкусняшечка, посмотрите, скорость 80, скороподъемость как порастает, прям 5 метров в секунду, 92 километра в час уже дует, устойчивый набор, вы можете, смотрите, видите, прям зависли. 5162 метра, а Канабра она у нас высоты, Константин работает хорошо, море видно, грипп этот, мы уже внизу под ним были, сейчас не будем тратить время, балдеем, супер день, день просто огонь, огонь. Так, а, давай вот так. Эй, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые любители планерного спорта, первый полет в сезоне, планер собран с утра, полоса чиста, настроение огонь, ветер 110 километров в час, сейчас мы покажем, как взлетается при ветре, который дует со скоростью 110 километров в час. В чем сложность, ветер дует не только встречный, не столько вот так, сколько вот так, сейчас 45 градусов в левый борт дует, а почему это происходит, потому что основная масса не может перевалить гору сзади, которая находится, арамбр, есть ущелье, но оно достаточно узенькое. И ветер, который идет с соседней долины, он вот здесь вот заворачивается, идет, если по направлению полета смотреть, направо, обходя гору Арамбр. Вот здесь получается постоянный, достаточно приличный западный компонент. У нас будет пытаться развернуть в пропасть, этого избежать можно тем, что у нас заднее колесо, я буду прижимать хвост, пока смогу, но потом слетим. От винта. У земли, естественно, он поменьше, но жахнет так жахнет. Мы сейчас находимся в аэродинамическом таком роторе, сзади нас гора Арамбр, Там тут легко, здесь даже фонарь можно открыть, а впереди там ужас-ужас. Готов? Поехали! В Италии я активно работаю, боковой ветер очень сильно мешает. Коесть волосы. Витаем! Ну вот видите, как быстро мы поднялись. Классо пускаем сейчас. Это мы градиент прошли. Разворачиваюсь. Скорость здесь побольше. Вообще-то 120 мы с мотором стараемся прилетать, там 90, но, как вы видите, очень сильный ветер. Ну что, друзья, вот, собственно, мы в волне, метр в секунду. Потому что здесь явно волна топленькая, то есть еле-еле до кофтели. Вижу, сзади стоит волна на Санжини. Единственный плюс, что у нас трехподъем, во-вторых, спокойно. Вы видите, что в волне. Вот он, планер летит. Вот я тоже сейчас не управляю. Вот, и есть на кофтчик, самое главное. Вот он и на кофте есть. Да, очень турбулентно. Почему? Потому что большой градиент роста в приземном слое, видимо, ветра. Но резко достаточно усиливается. Ну и плюс, нестабильный воздух внизу. С учетом нагрева от земли, это, видимо, все закручивается в такую вот чехарду, которую мы наблюдаем сейчас. Даже видно, кто нас смотрит. Так, что вам еще такого рассказать веселого? Ну вот снега нападало немерено. Я еще вчера утром не знал, что буду летать, потому что вчера утром сантиметров 15 снега было. Но он реально за один день растаял. Почему он так быстро растаял? Потому что ветер, сильный ветер, и наверху теплая воздушная масса. Там все есть градусы. Вот этот вот ветер прогрел грунт, и вода, которая текла вчера еще по аэродрому со страстной силой, просто взяла и вылилась, ну, шла под грунт в гравий. В общем, аэродром сухой, полоса сухая. Вот, одна проблема, реально сильный ветер. То есть прям он... Ну, тренироваться в самый раз, ну, допустим, лететь сейчас куда-нибудь будет. Ну, так. Мервишки можно пощекотать только. Виси, 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 давай, 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 виси, 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 виси. Виси, родной, виси. Очень хорошо. Как только закончится, левый 360 сделаем. Ты что, очень хорошо схватил? Ну, уже, смотри, 2700 сразу. Вот сейчас можно левый 360, энергично. Ну, так, ну, не так, конечно, ну, нормально, в принципе. Крен, 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 держи, да, чтоб 360. Больше крен немножко, больше, ручку влево. Вот. Вот, 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 продолжай, продолжай, продолжай. Еще, 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 крен, крен добавь. Еще крен добавь. Вот, 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 продолжай, 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 продолжай. Еще, еще, влево, еще, еще, влево, еще. Да, носом. Вот скажу, когда, вот так, достаточно. Все, сбрасывай скорость опять, 90. Видишь, как ты ее красиво взял? Ну, пилотируешь, конечно, чувствуется, что отвык, скольжения дикие и так далее. Чуть поаккуратнее. Ну, вот, понял идею, да, нужно прокрутиться быстренько, и за время прокрутки нас подздудет. Сейчас тормози планер 90. Мы как можно дольше проходили эту зону подъема. Вот так хорошо. Ой, красота-то какая. Какая красота. Вот попробуем потом вот там 9 часов у нас. Красивое облако. Блинзобразное. Куда сгоняем? Сейчас здесь наберем побольше. Вот ты пробил, наконец-то, вот этот вот кисель, который там был. Вот смотри, сейчас у тебя, у нас скорость 80, 90 литров в час уже. О, и она растет сейчас, до 110 разгонится. Так что молодец. Ой, как хорошо. Друзья мои, летаем в волне. Наконец-то пробили. Долго выбирались, но выбрались. Я думаю, сейчас будет все красивее и хорошо. Ой, так хорошо волнуйся. Так хорошо. Долевая на 10 градусов, давай-ка. И что, друзья мои, мой талантливый ученик набрал необходимую высоту. Вот, и мы вполне можем продолжить наше путешествие. Мой план сейчас перелететь на гору Пик-де-Бюр. Пик-де-Бюр у нас вот здесь, вот он сейчас, у вас в кадре. Это гора высотой 2700 метров, и шансы за ней более сильная волна может стоять. Но на самом деле, еще один вариант, это вот слева от линии полета у нас долина Ронованова. И там видно, есть в конструкции такие волновые облака. Мы уже на кислороде. Хорошо баллоны заправлены были еще осенью. Поэтому спокойно дышим кислородиком полом довольствия. Ну и тепло, несмотря на то, что высота большая, очень мощное излучение идет через фонарь. Вот я сижу, мне комфортно, то есть не холодно. Я даже шапку снял, потому что тут жарко. Продолжаем наш полет. Делаем переход на пик-де-Бюр, пускай носкость. Переставляем закрылок на единицу и разгоняем борт до 180 км в час поворотом на пик-де-Бюр. Плавно доворачивая, да, напрямую пойдем. Ветер 80 км в час, поэтому мы фактически летим 100 км в час всего лишь против ветра. Поэтому на переход, вроде казалось, до пик-де-Бюр километров 20 мы потратим довольно-таки большое количество высоты. Поэтому набрали в максимум, который можно было. С левой стороны хорошая конструкция из облаков, то есть если что-нибудь и куда потом пойти полетать. И вот очень интересно было бы вот под облако залезть вот под этот вот такой вот колпачок сверху. Ну вот впереди это тоже, что есть какие-то линжечки, все, то есть, ну, работает, есть погода. Мы продолжаем наш полет. Вот снизу вот такая красивая чашка, не знаю, шапка, как я ее называю, фуражка. Вот там как раз я люблю хулиганить около этого склона. Есть видео, немножечко пошалить три, оно называется, по-моему, как мы гоняем по этой фуражке. Очень красиво под каверой сидите. На траверзе у нас справа аэродром Гапталар. Вот как раз под крылом, нет, чуть за крылом уже он виден. Работает, там недавно самолет скопотировал, потому что снега было много, зацепил сугроб и бам, ну, все живы, просто самолетчик пострадал. Вот сам Гап в долине, мало того, видно, что в Гапе снег еще лежит. Идивительно, кстати, посмотрите, в Гапе лежит снег, хотя Гап это чуть-чуть ниже. Ага, а в нашей долине снега нету. Это потому что на 11 часов, вот там, где палец показывает, там такая хитрая долинка, где делают шампанское, ну, не шампанское, там, а-ля шампанское, называется Клэр-э-Дэ-Ди, очень вкусно, я его люблю. И оттуда теплый воздух закидывает, более теплую воздушную массу, здесь все это перемешивается. Видите, долинка раз, и потаяла. Ну, а вот здесь старше зимы, буквально вот, чуть-чуть совершенно разницы, и бац. Да, удивительно, вот такая вот аэрология бывает, интересная. Вот, а вот впереди у нас пик-де-бюр, мы планируем сейчас, пытаемся взять от него волну, посмотрим, получится у нас это или нет. Мы стремительно теряем высоту, которую набрали, потому что минуса у нас, будь здоров. Вот, чтобы вы понимали. 88 км в час тречный ветер и минус 3,3 метра в секунду. Разгорись-ка ты до 200, на то мы так и не дотянемся до волны, если такой шанс. Да, неприятно. Минус 4,2, вот, смотрите, друзья. 80 км в час. И вот впереди роторное облако. Сейчас нас будет раком ставить. Роторное облако впереди, видите, вот сейчас мы под ним будем пролетать. В идеале, если бы мы над ним прошли, в этом случае нас бы не так сильно заживало. Кость под тени ремни сейчас будет действительно серьезно. Это я уже даже не на камеру говорю, а как как есть. Оп. Оп, сейчас должна быть волна, по идее. Оп. Ждем, 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 ждем. Пока нет. Ротор настолько... Оп. Японский ты бог. Как хорошо жахнуло. Ну, друзья, вот классический. Вот волну. Мы еще не в ней. Да, сильненько тут. Вот сбоку, видите, вот оно еще одно роторное облако. Я пробиваюсь вперед. Чуть против ветра мне надо выскочить. И вот сейчас здесь будет самый сладкий, вкусный подъем. Вот, я должен по передней части этого роторного облака пройти. Может, какие-то даже картинки в видео вставлю. Чтобы вы понимали. Да, закрылочек перекидывай на четверочку. Сейчас я на 120. Перехожу и, по идее, сейчас должно... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, волшебно. Волшебно. Все, значит, сегодня 5800 возьмем. Вот, видите, перед роторным облаком стоит прекрасная волна. Мы сейчас ее проверим на устойчивость. Вот, везде на радостях выпал. Чуть-чуть, вот, видите, под нами сейчас еще один асметок роторного облака. Вот, выдало меня из волны. Видишь, как... Вот, вот так бывает. Порадовался, зарадовался и... Получи фашист гранату. Так, оп. Видите? Нормально. Сейчас немножечко выше поднимемся, а там будет поспокойней. Видите, здесь как... Самое начало этой волны. Вот, стрелочка лежит. О-о-о! Какая вкусняшечка, вы посмотрите. Скорость вон 80. О, скороподъемность как нарастает. Ну, прям в 5 метров в секунду. 5,2 метров в секунду. Вот, еще один, видите? Вот, вот сейчас мы пройдем, выплюнул еще один роторочек. Вот он. Сейчас на фронте этого роторочка должна быть самая вкусняшечка. Ну, проверяем, будет вкусняшечка. есть вкусняшечка ну кость забирай ручку 90 давай наслаждайся а то я у тебя самое вкусное забираю эти инструктор как самое интересное пилотирует инструктор как что-нибудь какая трутина дает ученику мы видим нарастает ветер 92 километров час уже дует устойчивый набор и мы смотрите видите прям зависли хорошо сейчас видно вот он планер на картинке просто на месте стоит то есть наша скорость 90 и скорость ветра 90 его планер просто вот он висит на одном месте никуда не движется и 4,5 метра в секунду вверх ну через пару минут мы будем на 5 800 здесь у нас разрешенное воздушное пространство 5800 метров и поэтому можем совершенно замечательным образом чуть потише сделай эту пакалку значит по ушам разбьет звук-то приятный то что вы слышали потом у нас план слетать будет вот туда на экран наберем побольше не посмотрим может будем туда 24 метра в секунду даже больше за и не зови свое метро на пить и посреди 4 3 а в риометр 5 показывает врет заразу и Субтитры подогнал «Симон» 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 вперед потому что вам бы еще довольно назад вернуться на петербург волну так вот из-за того что ветер очень сильный вы видите потратили очень много высоты и практически не так чтоб сильно пробили вперед пусть поворачивая влево 30 градусов будем валить домой но сейчас главное не нарваться на мощными сама 90 7 км в час ветер еще сильнее я хочу пощупать вот это вот место нет я даже вижу не дали никакой тут волны нет просто красиво я хочу перевалить привет посмотреть на всякий случай а вдруг все вот так будет ли то пойти в сторону более что видите пока это вперед снижение небольшое друзья мои может быть сейчас возьмем волну пока имели что-то пискнуло нолики 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 пробиваясь вперед сам-то сама гора впереди такая красивая то есть ничего не должны мешать этого и у них не продлиться ведь можно достаточно вперед прошли а хорошо снижение большого нет если было снижение сильно я бы ушел до сюда нет к сожалению вперед прошли много волны нету или поворачивать поворачиваем в сторону аэродрома нашего до аэродрома далеко я хочу вот видите там такой выплеск облачности попробовать рядом с этой облачностью пройти по крайней мере это будет красиво друзья мои чем тут стоит любоваться это тем как облака перетекают через горы можно бесконечно этим зрелищем любоваться смотришь делаешь выводы то есть как вода течет так вот в облаках визуализирует течение воздуха тут вот гора вот видно прям как с нее сваливается вниз облака не знаю получится какой-нибудь плавок в быстром видео а наша цель вот прям по курсу как облачка такие выстреливает я уверен что там волны никакой не будет на просто красиво рядышком пройдем у нас потрясет поковыряет потому что видите горная цепь которая вообще-то может такую приличную турбуленту создавать вот этот хребет очень часто нам дает летом отличные восходящие потоки горочка выручалочка а сейчас он нам дает черте это сейчас вам стабилизация изображения не показывает как как начинает вести ну поверьте что трясет нас достаточно прилично и вот смотрите начинается небольшая авантура мы будем сейчас проходить рядом с этим облаком красиво и нас будет аристи скорость действия но ну вы не здесь волна я здесь волны не брал что сильная волна за кирпидуром вы смотрите какое-то местное волнообразование я обещал он что волны не будет пожалуйста она есть неинтересно давай хочешь здесь понадобиться место новое держи попробуй я то думал что мы на фиг дыбюр сразу пойдем ну ладно ну вот друзья нежданная волна правая круга показывает там где-то скорее всего этот перевал вот ее источник это явно не первый отскок то есть скорее всего там волна еще одна стоит и мы во втором отскоке от нее работаем удивительно ну так вот бывает волны ступи загадочные вот Костя сейчас будет здесь высоту набирать вот экран куда мы летали откуда вернулись сзади у нас пик дыбёрт ну пока выключаясь тут будет скучно пусть и будет елозик туда-сюда туда-сюда пока ты это не берешь хорошо набрали сейчас идем от нее на запад мы зато взгосили с высокой скоростью чтобы не попасть в запрещенное раздушное пространство но сейчас стоит какое красивое зрелище море на горизонте с левой стороны у нас долина реки дюранс и такие альпы которые сейчас ровно крыло покажется куда-то в район Ниццы Канна, Ницца и прочее ну вот а вот это заливчик такой на картах виден вот чуть левее этого заливчика город Марсель так что видите как можно с волны увидеть море сейчас конечно микрофон отвратительно пишет потому что мы идем на скорости 200 км в час все шумит все вводит вопит он сейчас с правой стороны сейчас у нас вот там вот куда камера показывает город Гринобль вся долина здесь затянута в плашкопе 0 облаков и она заканчивается только вот почему я выбрал это место для жизни потому что видите облачность заканчивается там где мой дом возьми влево на 10 градусов как раз сейчас крыло показывает на мою долину вот перед этой горкой такой вот крыло сейчас как раз показывает на дом там дом тепло солнечные панели заряжаются электроэнергией электромобиль батарейку домашнюю тоже за счет энергии солнца и как же причина образования ветра циркуляция атмосферы и солнце этот согревательный элемент тоже в этом участвует летим дальше по маршруту волновая погода первый первый день сезона эгей чуть-чуть меня уже подпрыг включил все-таки на кислороде много большой высоты перерыв был так как-то вот я уже вот такая и поспал бы на самом деле ученик рулит он толковый наслаждаюсь только что я вам рассказывал что-то меня подплющивает но и я понял почему сейчас я вам продемонстрирую видите у меня одет кислородное оборудование кайдули я не помню рассказывал я про оборудование или нет и по какому принципу она работает сзади нас вот кислородные баллоны вот это может быть на мануне видите что они показывают вот это баллонов от регуляторов идет шланг к дозатору вот видите у меня выскочила трубка и я почувствовал что что мне так голову то ведет думаю просто усталость первый день в сезоне на самом деле просто кислород к ним поступает вот так что если вы чувствуете себя в воздухе не очень первым делом проверить кислород все сейчас вот эта коробочка волшебная куда я только что воткнул конюлю она каждую секунду ну каждый мой вот я когда вдох делаю вот здесь образуется разряжение а там стоит датчик чувствительный который видит что падение давления и он на это падение давления реагирует в дувом порции кислорода подмешивает при этом он сам считает сколько этого кислорода подмешать то есть на высоте там четыре километра это будет совсем чуть-чуть а на высоте там километров шесть уже значительно больше ну километров до восьми с конюлями еще реально потом уже конечно нужно это маску переходить там уже кислорода должно как вдуваться будь здоров вот и на кислороде хорошо потому что ты хорошо себя чувствуешь после полета есть хочется бодрость настроение хорошее вот а когда кислородиком не подышишь там себя помучаешь поднимаясь на большую высоту особенно без клемпатизации и голова болит и дурняк и в общем ничего хорошего так что пользуйтесь кислородом справа у нас Гринопольская долина заповедник Вирпор где-то впереди будет мы будем перепрыгивать облачность и искать волну в соседней долине как вариант можно было попробовать справа но я боюсь мы потеряем высоту и не перепрыгнем облака впереди но этого бы мне не хотелось должно быть с этой хватит и перелететь то есть при этих полетах нужно всегда быть крайне внимательным чтобы где-нибудь не вылететь летали-летали выше облаков а сейчас раз вау и он сплошной если ниже опуститься придется или сбрасывать высоту под подошву облаков чего бы не хотелось либо идти сквозь облаков облакать что запрещено вот вот а вот и волна вот она я так и думал что вот эта вот система вполне возможны источник волны вот справа крыло показывает вот видите цепочка гор ну да не прекрасно вот так 3000 давай до три с половиной добираем кость вот видите друзья ооо хорошая волна отошел я а то что-то меня приключил без кислородика все волна вот она вот 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 это вал который внизу под нами демаскирует давайте посмотрим пройдет такой вдоль я поснимаю от обыску ускорил эту запись и увидите как выглядят падающие вниз облака то есть вот они переваливают через три лет воздух начинает опускаться вниз и сконденсирующая вода влага который вот в облаках как раз она стремительно тает воздух раздобивается вот и вот горой а вот классический роток крутится после щели а мы в следующем отскоке то есть там еще одна волна вот стоит горка которая далеко вот она дает волну а мы но она по какой-то причине менее сильная чем следующая волна в которой сейчас мы набираем ориентируемся на облачность и спокойненько работаем все красиво здесь вот мы были сегодня вот в тех далеких белых дарах видите как сместились поближе к дому и в другое место даже видно вот тоже как под нами терратора крутится ну сейчас будет набор нам в принципе 300 метров осталось набрать и мы полетим дальше в сторону долины Рона накачается место на карточке поэтому буду менее многословным далее а мы вдоль волны вот волна видно облака демаскирует эту волну и скотчник волны хребты вот они справа и мы двигаемся вдоль тела волны по маршруту дальше туда в сторону Дорина Рекерона вот это видите как она лента идет дальше 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 даже видно как она вот это облако немножко превращается тоже ну и мой план вдоль этого облака пройти еще километров пять вот там такая с грибочком сверху облако красиво вот этот грибочек мне хочется прогуляться в волновых поверхах вот все так вот идешь себе и балдеешь идешь и балдеешь идешь с кислородом идешь с кислородом и сколько уже хочется мы чай взяли а вот без обороты забыли и теперь мы будем как дураки без бутербродов ну вот с правой стороны вы сейчас наблюдаете долину Рекерона и вот уже облако такое видит такое вот чечевица поиск в космосе это уже волна в массивном централе на самом деле очень высоко если у нас сейчас четыре километра то там облако на десяти арене очень высоко альпы вот кончается альпы как раз полной кончается а дальше огромные долины Рекероны с той стороны васит централь и вот самый сильный централь будет как раз в долине Рекероны потому что там близко прорезуток между альпами нашими вот они с правой стороны остались чуть качки крылышко вправо ну легкий крем сделай ага сейчас вы можете наблюдать альпы наши вот ну они кончились там но все друзья снимаю вам вращающееся облако мы сейчас идем в нулях по телу волны и летим в сторону Валины Рекероны следующее облако которое мне нравится видите такое красивое над ним летит тоже чеченичка такая шапочка вот с утра у меня был план куда долететь и мы сюда долетаем а здесь находится аэродром и запасной гранат Абинессон и так друзья я вырезался против ветра чтобы сделать фотографии и сейчас прям по курсу у меня вот этот вот грибок этот красивый который был мне интересен я специально разменял высоту я хотел пониже относительно этого грибка оказаться но к сожалению не получилось мы вошли опять в волну и прет нас со страшной силой да не захотел он у грибочка подохлаждаться как это теперь сделать очень просто на самом деле можно сделать сбросить высоту за счет воздухных тормозов интерцептора кости готов сбросим немножко пройтись до линзы вот смотри друзья у меня вот лучка интерцепторов вы уже знакомы по конструкции с этим вот я сейчас за нее берусь и дергаю и у меня вылетают две огромные пластины вставленные в поток и я могу сейчас опуститься сейчас эти пластины создают значительно большое сопротивление я могу опуститься к облаку ну зачем я этого делаю то есть с точки зрения на маршруте это все не нужно просто нам наоборот надо высоту я сейчас приближаю систему что шасси не выпущены что обычно тормоза используются на посадке вы что делаете почему шасси не выпустили тормоза выпустили а шасси не выпустили очень хорошая штука позволяет ну вот немножко обезопасить сюда в ситуации когда ты забудешь шасси выпустить и вот мы опускаемся медленно но уверенно опускаемся под эту систему вот у нас вращающиеся роторные облака снизу вот они какие красивые вот у нас сзади осталась эта чечевица вот она и вот здесь я как раз сейчас буду брать волну все вот видите мы опустились ниже убрал воздушные тормоза и вот меня поперло вверх восходящим потоком вот как пулей тащит вверх но зато я теперь мы смогу красиво море видно пройти с этой чечевицы то есть то что я вам хотел друзья показать видите какой я старательный пилот гид попроси хотите красоты вот вам красоты я за этой чечевицей давно охотился видите как можно пролететь красиво вперед конечно со страшной силой но мы щелочку сейчас попробуем вот эту щелочку я скорость увеличиваю если бы я хотел высоту набрать я бы конечно сейчас как можно медленнее летел бы вот так претно смотрите вот мы сейчас щелочку этого гриба по ножке гриба идем а сверху у нас вертушечка ну видите какая щелочка такая пела вот 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 не будем ну и смотрите если хочется высоту набрать дальше как это выглядит ручку на себя сейчас мы этот туманчик пробьем и уже выскочим над этим грибом сверху в зоне сильного восходящего потока смотрите раз магия да как говорит мой один ученик волка говорит все эти волны шмолмы все это ты говорит ой ой смотрите вот вот кстати представляете конденсация произошла на крыле влага и она не замерзает кстати вот это да удивительно высота а ну высота 2800 здесь еще а вот обледенение пошло опа схватили обледенение так что вот вам кулю ладить в облаках по передней лед пошел да на том крыле тоже логично что на обоих крыльях вот только только мы как схватили ледок не знаю видно вам или нет сейчас цветы всякие вот мы под грибом этим прыгнули через вот видите перед ножкой и перед ножкой шляпка вот через краешек шляпки мы проходили и умудрились отхватить себе обледенение восхитительно вот сзади море красиво мимо обожаю волны мол учитель Клаус Ольман это просто бог волны его рекорд 3008 километров за световой день за 14 часов он в Аргентине пролетел в волнах 3008 километров но нам еще далеко до него мы только пока чуть-чуть не гоните ни за чем давай четверочку молодец спасибо большое и кость забирает что ты вдоль сейчас этого грибка вот Константин теперь рулит его полет я тут так отбираю ручку в самом интересном месте рутину достается а я тут кайфую над грибом и вот мы от шляпки гриба уже поднялись вот и дальше можно здесь выше выше ну у нас сейчас 3000 а мы наберем 3,5 выше здесь нельзя вот а теперь я вам покажу источник этой волны что ее создает пока кости идет вдоль шляпки вот хребет вот над ним тоже висит облако но оно низко висит и вот этот хребет и дает волну он заставляет раскачиваться атмосферу он ее раскачивает я сделаю в перспективе красивый большой ролик про волну там подробно расскажу как волновой процесс инициируется что для этого надо ну вот пока нужен ветер хребты и стабильная атмосфера по сути три фактора а процесс колебаний такой же как вот струна колеблется маятник колеблется так частички воздуха колеблется просто они хотят быть на одном слое но горный хребет заставляют их подпрыгнуть и они попадают туда куда не хотят и они пытаются вниз но они перелетают гору они туда не хотят на них действует сила которая заставляет их пуститься как раз вот вопрос что атмосфера должна быть стабильной стабильной атмосферы поднятая частица воздуха будет стремиться вернуться в свое положение равновесия поднялась пытается вернуться опускается за горой но проскакивает за счет инерции проскакивает положение равновесия уходит ниже опять теперь уже хочет подняться поднимается выше и получается вот так пиу 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 и все это время частицы сдувает ветром сдувает сдувает и если мы вычисляем период волны не знаем силы ветра то мы знаем на каком удалении например волна будет стоять от горы так 3200 кость следи внимательно чтобы не превысить 3500 здесь выше запретка но пока откланиваюсь будет что-нибудь интересно еще постимаем у нас батарейка садится и карточка кончается волна то какая волна то а пик 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 ну не сильно 3.8 на сегодня до 5 было но все равно приятненько приближаемся к запретному классу D телефон 115 нам разрешен выше нельзя нам надо сваливать из этой волны уже ну и понятно что мы сейчас ручку от себя сунем и сразу же сбросим 100 метров вот и мы наверное спустимся на по ветру попробую спуститься в сторону горы люр плата валенсоль и так далее вот наша чечевичка которая была грибочек нашу видите сколько грибочек набрали продолжаем видеть море пусть разгоняйся да да сейчас уже влетаем в airspace воздушные тормоза не пришлось пропускать и вот мы видите законопослушные граждане посмотрите вот чуть чуть ниже чем класс D двигаемся спокойненько давай-ка влево на 10 градусов вот наша цель следующее роторное облако прям покупка волна стоит хорошая мы по ее телу прям идем с видом на море красота вот наш грибочек мы относительно него получается сдулись по ветру на следующую волну южнее и вот сейчас за грибочком хребет и вот он как раз этот хребет теперь волну дает мы идем в нулях потому что ну и на высокой скорости потому что набирать там больше нельзя у нас 3,5 км выше мы не можем здесь вот уже видите сложности с airspace а сзади где мы были в больших альпах там попроще немножко но зато здесь ветер посильнее и волны постабильнее так что вот красота работаем продолжаем летать я не могу не похвастаться таким красивым видом посмотрите сейчас видно залив ну вот море Средиземное и речку Рону прям гладь рекерона которая течет в сторону Средиземного моря делаю видео это рекерона которая классно будет на солнце у нас отражается солнце на крыле где-то тут авиньон город я не помню какой город здесь большой какой то может это и есть авиньон нет а значит Виньон дальше Виньон а город Виньон и город Виньон а дальше Виньон ну а дальше у нас вот аэродром Монтелемар куда камера показывает атомная электростанция вот как вы видите у нас набор то есть у нас здесь волна но мы принимаем решение двигаться ближе к дому потому что извиняюсь за выражение но очень писать хочется несмотря что у нас есть на борту всякие бутылочки и пакетики бутылочки уже полные а пакетики я не пакетики я не такой хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе сезона это not so bad как говорит мой учитель Клаус ууууу тем более такой замечательный и занимательный полет получился чтоб вы полет немножко сам вспомнили ну мы были сначала дома там набирали на педы-дюре и так далее потом сходили вот на эти красивые большие снежные горы которые на экран заповедни которые вы видите на горизонте большие альпы потом спустились на малые альпы вот сюда которые заканчиваются то и дальше вот полюбовались долимирона и сейчас спарим домой вот это вот грибочек мы его брали уже сегодня я спускался вам с интерцепторами его показывал ну видите мы сейчас пронесемся только уже на 200 км в час красиво будет и телезрителей порадуем глубоко уважаемых любителей планерного спорта проносимся красиво вам снимаем гриб этот мы уже внизу под ним были сейчас не будем тратить время сейчас константин перед ним пройдет плюсики всякие и дальше поскачем себе ближе к дому до дома у нас всего лишь 40 км просто чих и там и пых так вот балдеем супер день день просто огонь огонь и тормозить до 150 и как это выглядит и это волшебное чувство сбрасывать до 110 возьми 200 метров они нам потом не помешают потом просто нигде останавливаться больше не будем посмотрим до скольки волна за это какая то есть ты сам в восторге скорее всего ну самый пик прошли самый сок остался чуть сзади это это магия магия я сделал эту магию очень подробно расшифрую у меня уже такие задумки есть там какой-нибудь друзья мои ну вот видите вон она чечевица грибочек наш где мы летали вот как он смотрится сбоку мы от него дошли до текущей точки без наборов просто по прямой подслили ну вот получилось 500 метров высоты то есть у грибочка у нас было три с половиной а сейчас у нас 3000 метров нормально практически дома вот у вас на центре картинки пик де бюр торчит вот гараж в виде фуражки посадка будет при ветре ну чтоб вы понимали сейчас дует вот он 84 км в час и вряд ли он будет в земле слабее потому что по профилю он был тоже достаточно сильный сейчас уже для 800 у нас высота ну посмотрите что такое посадочка при таком веселом дефон литерочке мало того он еще боковой будет на аэродроме мало не покажется вот крыло друзья мои показывает сейчас на начало нашего путешествия вот там облачко висит над горой Сен-Жени вот перед крылом вот там мы брали первую волну потом прыгнули на пик дедюра тут сейчас как раз на пик дедюра и мы опускаемся постепенно мы уже будем заходить на посадку сейчас опускаемся в слой воздуха который очень турбулентный то есть вот реально трясти начинает сильно то есть наверху было поспокойней а сейчас чем ниже тем хуже я вам конечно заснял это все в процессе как это выглядит вот это вот но боюсь батарейки на посадку не хватит поэтому вот просто поверьте сейчас мы опускаемся и нас вот трясет камера с хорошей стабилизацией вам кажется картинка прям идеальная и трясет не так что прям но как дрожит кстати 3D камера вон она на кронштейне как как осиновый лист ну сейчас мы как только опустимся под облака вот там будет по полной программе сейчас еще так ерунда мы вроде как вниз хотим а ученикной очередную волну нашел ну это наша домашняя волна от горы Апотер вот вот снизу аэродром запасной для нас Аспермонт ну и как раз ровно над крестом полос чаще всего волна и стоит но сейчас специально в сторону кости уходит чтобы не набирать высоту нам вниз надо а нас видите трет ну так бывает хочешь вниз только интерцепторы вот если бы не интерцепторы планер был бы самым страшным летательным аппаратом потому что взлетишь и и как как приземляться то есть как приземляться на аппарате который не хочет вниз лететь ну да вот тормоза воздушные выпускаешь ух а еще и шасси одновременно шасси надо не забыть шасси полностью выпущены воздушные тормоза интерцепторы по другому сниться просто невозможно то есть я пробовал найти минус как назло когда надо минуса нету и вот внизу у нас наш прицеп аэродром вот видите пустой аэродром на аэродроме только один наш прицепчик о аэродром на аэродром вообще пол не вижу конечно ну ничего подальше от полмаза значит раз мы видим пол значит подальше ну ну да да ребята ну не классическая будет посадка я буду лететь с перелетом большим с перелетом очень надежнее в текущей ситуации обычно мы поближе к горе держимся но не течало что очень сильно мешало солнце я сон вообще не видел поэтому я решил от греха подальше от беру от склонов ну ничего страшного как обычно на метров на 50-100 ближе садимся но кто хорошо ходит кто плохо летает вот хорошо ходит это безопасно безопасность наша все я что еще люблю видите впереди обрыв мы подруливаем я здесь занимаю карман чтобы следующий планер мог приземлиться если что и конечно вот этот подъезд к карману пропастью мы на плате находимся это выглядит феерично на самом деле это совершенно не страшно видите гору даже сейчас не видно солнце светит она в тени и солнце сейчас под таким очень углом удивительным весной уже по другому то есть когда мы приземляемся здесь в марте уже совершенно по другому освещение работает вот видите век живи век учись считаем вообще в первый день нового года по старому стилю хе-хе-хе-хе мы полетали вот доволен я доволен посадкой все сделал хорошо главное что безопасно да конечно вот неожиданно было вот так такое освещение оно видите солнце еще яркое контрастное такое вот получается контраст между светлым аэродромом и совершенно черным склоном прям вообще ничего не видно ой а так очень красиво очень хорошо эгэ-гэ-гэ-гэ уже весна полеты начались до новых встреч глубоко уважаемые любители планерного спорта пишите что вам еще такого заснять как вам красиво полетать ну и вообще клево новый сезон хе-хе-хе